Здравствуйте, меня зовут Кармакова Ольга Сергеевна, я сотрудник экспозиционно-выставочного отдела, и сейчас мы с вами находимся на третьем этаже Павловского дворца на экспозиции «Русский жилой интерьер». Идея экспозиции принадлежит выдающемуся музейному специалисту Анатолию Михайловичу Кучумову, главному хранителю Павловского дворца в послевоенный период. Идея экспозиции состоит в том, чтобы показать убратство усадьбы и ее развитие, вообще всего дворянского дома, на протяжении 19-го столетия. Мы с вами увидим, как менялась мода, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства. Итак, представим, что мы находимся в дворянской усадьбе 19-го века. Итак, мы с вами в первом зале Камердинерская. Это служебное помещение. Здесь сидел Камердинер. Это эпоха Павла I. Об этом нам говорит его портрет Боровиковского. Снизу бюро, с противоположной стороны шкаф, часы и диван шла в банок с выдвижными ящиками для постельного белья. Днем Камердинер встречал гостей, а ночью дежурил покоев хозяева, превращая диван в спальное место. Кабинет оформлен в строгом стиле, так как это классицизм. Стены украшены пейзажами первого пейзажиста Семена Щедрина, барельефами с изображением Павла I и Марии Федоровны. Также обратите внимание на осветительные приборы в данном зале. Это фонарь, такой тип осветительных приборов использовался в проходных кабинетах. Ну и канделябры, которые можно было при необходимости зажечь, если позвал хозяин усадьбы. Итак, из Камердинерской служебного помещения мы попадаем в большую приемную залу, портретную. Здесь все гости ожидали приема хозяина. Портретные галереи были очень распространенным явлением в усадебных домах, так как таким образом знать подчеркивала свою знатность рода и связь с обгустейшими особами. Например, здесь подчеркнута связь рода Нарышкиных с Петром I, так как Наталья Кирилловна Нарышкина являлась матерью Петра I. Стены окрашены в синий цвет с золотыми звездами. Такой тип обоев был очень популярен в эпоху Наполеона. И вообще все помещение выполнено в стиле ампир. Это связано с египетскими походами Наполеона, с итальянскими походами, с открытием Геркулана, Помпеи. Все это возвращает интерес к античному искусству. И в интерьере возрождается образ античной виллы с мифологическими персонажами, орлами, грифонами. Все эти мотивы мы можем видеть в украшении мебели. Головки с орлами на стульях, головки орлов в люстрах или на консоли. Из приемной мы попадаем в кабинет хозяина усадьбы. Здесь хозяин отдыхал, читал, просто занимался какими-то своими делами. В период правления Александра I об этом говорит портрет работы Боряковского. Предметы мебели здесь из карельской березы и так называемого папелевого дерева, тополя. Этот материал очень любили крепостные мастера, которые выполняли данный гарнитур мебели по французским образцам. Об этом говорят головки лебедей, вырезанных на стульях. Мебель обита полосатым штофом в цвет обоев. А стены украшены пейзажами Гюбера Робера и Клод Лорена. Теперь столовые выделяются в отдельный зал. Раньше столы накрывали прямо в парадных залах, вносили в кабинеты, а сейчас этому посвящен отдельный зал. Стол стоит в центре зала, накрыт он на 10 персон с сервизом императорского фарфорового завода по образцам французской мануфактуры «Наст» с рисунком мелкой розы. Стены столовые украшают пейзажи Кюгельхена и металлейтера, а также работы немецкого художника Бренера с портретными изображениями семейства Воронцовых. Стеклянные рюмки, диван, а также напольные часы сохранились из усадьбы графа Аракчеева. Эта усадьба сгорела во время Великой Отечественной войны, кстати и портретная, создана по образцам данной усадьбы графа Аракчеева Крузина. Спальня эта относится к началу 19 века. Кровать покрыта кашемировой шалью. Такую шаль часто использовали дамы, накидывали поверх платья, она была очень теплой, ее даже использовали во время балов. С противоположной стороны спальни располагалась небольшая гостиная, где хозяйка дома принимала своих детей или близких подруг из этикета, столик для рукоделия, туалетный столик со множеством флакончиков. Обычно стены подобных камерных помещений украшались спокойными пейзажами, портретами близких родственников или картинами на религиозные сюжеты, на религиозную тематику. Так, мы в комнате кабинете хозяйки усадебного дома, бодуар. Здесь она работала, вы видите секретарь бюро с бумагами. С противоположной стороны небольшие клавиакорды для упражнения с детьми. Над секретером уникальная работа, вышивка из-за женского волоса с изображением морского порта. Такие работы уникальны тем, что требовалось на них очень много времени. Обычно такие работы выполняли крестьянские крепостные девушки. Мы с вами прогулялись по дворянской усадьбе. На этом наша экскурсия подходит к концу. Я надеюсь, что в следующих экскурсиях мы с вами посетим городской особняк, а также увидим неостиль в интерьере. Вообще, посмотрим, как к концу 19 века изменился интерьер. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...